Друзья, приветствую вас! Представляю, как вы удивитесь, когда я скажу, что сегодняшний ролик посвящен черенкам кампсиса. Так, не теряйте сознание, потому что вы знаете, что на канале у меня достаточно много роликов, в которых я показываю, как безуспешно стараюсь избавиться от кампсиса, от его поросли, которая уже третий год прет и прет, а вот сейчас я буду как раз заниматься его черенками. Но кампсиса не простого, видового, укореняющегося, а кампсиса гибридного. Вот внимательно-внимательно присмотритесь к этим кустам. Видите, веточки у него торчат вверх, потому что они коротенькие, как правило, не больше метра длиной, очень толстые, прочные, а самое главное, под кустами вы не найдете поросли, даже признаков. И не думайте, что ее так тщательно убирают. Нет, никогда ее не было. Во всяком случае, на протяжении последних пяти лет наблюдений за этими кустами. Гибридный кампсис получен путем скрещивания обычного укореняющегося с крупноцветковым китайским, который, к сожалению, даже в условиях центральной Украины зиму в открытом грунте не переживет, только в оранжерее. Некоторые вообще заявляют, что он минус 4 только держит, некоторые пишут до минус 10. Ну, в общем, он не будет расти даже у нас в Украине. А вот гибридный, он более морозостойкий, и в то же время взял всю красоту от крупноцветкового китайского кампсиса. Вот видите, ветки такие толстые, что я даже наклонить не могу эту ветку, хотя у обычного она бы просто на меня свисала, там метра по три. Это уникальный сорт, очень редкий сорт Тарантелло, потому что он достигает высотой всего лишь 2-2,5 метра. А вот я вам показываю специально, вот был третий куст этого сорта, и полностью его обрезали, потому что он был поломан. Видите, только отходит, вот восстанавливается, и вокруг не выстрелил, опять же, ни одного отпрыска нет. Вот травянистые гибискусы скоро, тоже красного цвета, они зацветут и будут поддерживать вот эту композицию. А, кстати, на заднем плане катальпа, на которую иногда прививают кампсис для того, чтобы он не давал поросли. Понятное дело, что, с одной стороны, это очень хорошо, просто отлично, расчудесно, но, с другой стороны, размножить его невозможно. Поэтому целая очередь, 5 лет, вот возле этих кустов все тусуется, высматривает поросли, никто так высмотреть ничего и не может, и все очень расстроены. В прошлом году попробовали мы зелеными черенками, размножать ничего не вышло, хотя там и подстаканчиками, и в воде, и в грунте, и в песке, в чем угодно, нет, все они там загнились, и полный провал с черенками. И вот ранней весной смотрю, что тащат вот один куст этого гибридного кампсиса в лесополосу. Оказалось, что вытянули опору металлическую, и он упал, полностью треснул. Решили спилить весь куст, вот я вам показывала перед этим, как он только отходит, да, восстанавливается, и выбросить. Ну, думаю, это судьба, дубль два. Заняться теперь черенкованием, уже вот этими древесными черенками, как раз съемка вот 3 марта. По срокам все классно, как в литературе написано, совпадает. Поэтому вот куски веток я начала отрезать, и отрезать именно вот с пяточками. Видите, то есть старалась. Я вам скажу, не так уж просто, потому что ветки достаточно прочные и толстые, поэтому ножом отрезать невозможно, секатором иногда, чтобы не повредить, тоже не получалось. И наиболее толстые мне вообще пилить ножовкой довелось. Вот таким образом я их подчищала. Кстати, холодина тогда, витрюган такой на улице, замерзла как бобик, но думаю, все равно надо таки довести. До логического конца. И на веточках абсолютно нет никаких признаков корешков, вот этого гибридного кампсиса. Вот для сравнения вам показываю обрезку обыкновенного кампсиса. Тоже отходы, вот целая куча соседнего двора. И тут смотрите, какая красота! Каждая междоузлия, щетка, ну вот с этих шикарнейших корешков. Вот что такое кампсис укореняющийся. Он и на асфальте прирастет, а вот с гибридным повозиться надо. Итак, что я делала? Принесла на лоджию, а там у меня всегда, вот я ставлю с февраля месяца веточки ивы, поэтому натуральный стимулятор уже готов. Я этой водичкой всегда поливаю рассаду. Хорошо она влияет на развитие растений. И думаю, как раз использую и для вот этих подвернувшихся черенков гибридного кампсиса. Поставила я туда эти черенки, но вторую половину я высадила, вот среди клумбы там воткнула, среди сеянцев Барбариса Тунберга, где местечко нашла. Вот только смотрите, если середочка коричневая, он замерзший, не годится. Обычно, как и у розочек, вот этот черенок не жизнеспособен. Такие выбрасываем веточки. И вот часть в клумбе, часть в водичке, один в стаканчик воткнула. В общем, где-то через две недели почки у них начали оживать, выросли они сантиметра на 2,3 и все, и все замерло. Вот эта съемка у нас уже июль месяц. Прошло несколько месяцев с 3 марта, как они стоят. Часть загнулась, видите, вот веточка тоже одна вообще без ничего, надо ее тоже выбрасывать. А вот две ветки, они с почками живыми стоят, но они так и не умирают, и не растут. И смотрю, что они просто гниют в воде. То есть в воде укоренять кампсис нельзя. Нет, он гниет. Только в грунте. Вот смотрите, стараюсь оторвать стаканчик, потому что оказалось, что там пророс уже корешок, и вот пророс вазон с можжевельником. И я очень рада этому была, потому что несколько раз он пересыхал этот стаканчик. Там половина песка и половина обычной садовой, вот с клумбой земли. И, честно говоря, никаких ставок на него уже не делала. Думаю, там он точно пересох, я его пересушила. Но оказалось, что влагу кампсис, вот черенки кампсиса, больше влагу боятся, чем пересушки. Вот смотрите, этот стаканчик вот я переваливаю в более большую емкость. И там действительно корешочки, не так, что прям все запутали-запутали, но корешочки хорошенькие. И вот я пересадила его в более большой контейнер и вышла же на улицу посмотреть, а что там у меня с теми, которые я воткнула в грунт. Вот часть, видите, валяется, потому что это у меня тюльпаны рвали, и по этим черенкам бегали весной. Поэтому просто их передавили и вывернули. А те, которые остались возле палочек, вот они тоже так бодренько выглядят. Я их там периодически ведром-то подливала, потому что у нас сейчас 35 градусов, и больше месяца не было никаких дождей. И смотрю, что они тоже растут. То есть к осени у меня будет посадочный материал. А барбарис Тумберга, смотрите, барбарисы, они горят, и горят это уже второй раз за этот сезон. Еще и середины лета нет, они уже второй раз обгорают. Месяц назад обгорели, очень сильно лысые все стояли. Вот это уже молоденькие были листочки, и опять начинают гореть. А ведь у нас передают вот через парочку дней, передают 38. Если сейчас 35-36, то передают 38, и никаких дождей. Вот почему приходится пересматривать вообще ассортименты. Мой любимый барбарис Тумберга уже в черном списке. Вот только уже на камсис и на одежда вся. Итак, друзья, гибридный камсис можно размножить полностью вызревшими, одревесневевшими черенками. Берете вы их в самом начале весны. Внимательно смотрите, чтобы ветки не были подмороженными. Берете их с пяточкой, прямо у самого основания крепления. И в воду не ставите, а сразу помещаете в грунт. Можно в открытый грунт. Вот я вам показала, что я ничем не накрывала. А можно в стаканчики. А дальше набираетесь терпения на несколько месяцев. И периодически поливаете, но не заливаете. В общем, друзья, осталось дело за малым. Рожиться черенками какого-то ценного сорта гибридного камсиса, который не дает поросли и который низкорослый. Потому что гибридные камсисы есть и высокорослые. Там и 6, и 7, и 8 характеристиках метров. И тоже, которые дают поросли. Конечно, она намного меньше, чем у укореняющегося камсиса. Но все же она есть. Ну, хотя, с другой стороны, может быть, это и хорошо. Потому что там пару кустиков поросли, там, в 2-3 года. Желающие на них всегда найдутся. Меньше мороки с размножением. Но мы с вами, друзья, уже и черенками умеем размножать. Всем удачи!